Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и у нас сегодня с вами будет прямой эфир, как всегда, в общем-то, ничего нового в контексте того, что он прямой. Но я надеюсь, что сегодня вы получите для себя некую новую информацию, пищу для вашего мозга, так мне нравится больше, потому что сама по себе информация не несет никакой ценности, как и еда. И только когда мы ее употребляем, когда наш мозг в данном случае получает какие-то новые мысли на подумать, что-то, что может на него воздействовать, а на нас, кстати, с вами воздействует абсолютно все, с чем мы соприкасаемся, и мы сегодня будем детальнее об этом говорить. Ну, в общем-то, суть, самая главная цель всех моих прямых эфиров заключается в том, чтобы показать вам, насколько сильно мы с вами влияем на свою жизнь, как мы можем ее менять, как мы можем ее улучшать, ну и, соответственно, дать вам порой прямые, порой косвенные ответы на вопрос, почему, в общем-то, сегодня ваша реальность выглядит именно так, как она выглядит, ну и каким образом мы это изменим. Название, конечно, несколько провокационное, но по сути очень отображает то, что, в общем-то, и происходит, потому что мы с вами, когда приходим, когда рождаемся, и вообще общество цивилизованное, да, так это назовем, растет с каналов телевизоров, там, с семьи, с различных, в общем-то, ресурсов, мы получаем представление о жизни и о себе, о том, как выглядит наш мир, о том, как он устроен, о том, какие у него есть законы, о том, что такое правильно и что такое неправильно. Нас все время где-то воспитывают, да, через телевизор нам говорят, что мы должны делать, значит, там, мы должны чтить и уважать, любить или, наоборот, идти кого-то убивать, не дай бог, но, тем не менее, и такое говорится. В школе нам рассказывают, как нам, ну, детям, да, когда мы дети, как нам правильно одеваться, как говорится, взрослыми, кого надо уважать и кого не стоит, нам подают историю, рассказывая, причем в разное время, заметьте, об одних и тех же событиях абсолютно разные вещи. Вот в Украине сейчас, например, уже последних, там, не знаю, лет 10, так точно, может быть, больше, постоянно меняются, там, названия улиц. Те, кто раньше был героем, теперь у нас становятся, значит, там, предателями, вот, и, в общем-то, так это все ходит по кругу. Ленин когда-то, помните, был такой дядюшка, который был, там, возносился наш вождь главного народа, в какое-то время в Украине посносили все памятники и вообще сказали, что, значит, Ленин осквернил нас. История о том, что в каждые периоды времени нам подают даже одну и ту же информацию уже с разных сторон. И вот мы с вами считаем, что есть такая вселенная, есть такой мир, есть такой я. Как мы судим о себе? Ну, о себе мы судим больше, наверное, исходя из того, что другие говорят о нас. Так, например, мы с детства знаем, что мы, например, хороший или нехороший ребенок, послушный или непослушный, тот, который маме всегда помогал или тот, который маме всегда мешал, забияка или еще какой-то. То есть мы постоянно получаем оценку извне, понимая, каким я был. Ага, я был, значит, плохим ребенком, потому что у меня по поведению, мне учительница ставила два. Вот, и таким образом у человека формируется о себе некое определенное мнение. Но оно, конечно же, формируется не только о себе, но и обо всех остальных и о том мире, в котором мы находимся. Ведь, по сути, каждый из нас находится в каком-то маленьком своем пространстве. Мы с вами формируем, что для нас хорошо, что для нас плохо, какие люди наши друзья, а от каких лучше держаться подальше. Помните, недавно я проводила как раз эфир на тему картины мира. Вот мы формируем таким образом свою собственную картину мира. Мы имеем свое личное представление о реальности. И как я уже неоднократно говорила, люди, которые находятся в одном и том же месте, возможно, даже родные, там, брат и сестра, или там, родные братья, или родные сестры, абсолютно по-разному могут и чаще всего видят мир. Помните, когда смотришь на кого-то и говоришь, ну, как у одних родителей могли родиться такие разные дети? Или, как у меня могли родиться такие дети? Откуда они это взяли? Что с ними произошло? Так вот, у нас у каждого есть своя собственная реальность, своя собственная. И мы с вами верим в то, что наш мир, наша жизнь именно такие, такая, да, давайте так, наша жизнь именно такая, какой мы себе ее представляем. Это как раз разговор о тех самых спорах, когда люди спорят. Один говорит, нельзя так сделать, нельзя разбогатеть, нельзя этого добиться, невозможно открыть бизнес без денег. А другой говорит, а я открыл, а у меня получилось. И человек говорит, нет, такого быть не может, надо найти, в чем же есть подвох. И вот у каждого, повторюсь, абсолютно у каждого есть свое собственное восприятие мира. Как это? Как это произошло? Почему это произошло? Как такое может быть? Ну, смотрите, наверняка вы уже не один раз, если вы немного хотя бы интересовались темой саморазвития, читали какие-то книги, смотрели какие-то видео, вообще хотя бы какое-то, вы слышали о такой истории, формулировки есть разные, ну, например, пространство вариантов. Или когда говорят о том, что в мире есть все, ты можешь выбрать из чего угодно. Что это означает? В смысле я могу выбрать все? Как я могу? Я не могу выбрать все. Все. О чем идет речь? А речь идет о том, что у нас с вами всегда, в принципе, есть выбор. С самого раннего детства мы с вами можем выбирать. Мы считаем, мы как бы, нам кажется, что мы не можем, многие считают, что не могут, но на самом деле можем. Мы с вами в любой период времени можем выбрать, с кем нам строить отношения. Ну, по сути, что вам мешает, кроме каких-то моральных моментов, физически, что вам мешает? Мы с вами можем в любой период времени принять решение, что мы хотим сменить профессию, дело жизни, научиться что-то делать, читать, писать, рисовать, быть адвокатом, стать бухгалтером, прыгать шеста, там, ну, что угодно. У нас с вами есть этот выбор. Мы с вами в каждый период нашей жизни, в каждую ситуацию имеем возможность оценить ее, как хорошо это или плохо. Мы можем выбрать. И мы выбираем. Только выбираем мы неосознанно. Выбираем мы обычно не с мыслью, что я могу выбрать, а с четким ощущением, что другого быть не может. Вот это другого быть не может, когда мы точно выбираем и на что-то вешаем ярлычки. Мне очень нравится это сравнение, когда как будто бы мы в жизни, на любую ситуацию у нас лежат наклеечки. И мы с вами всегда на каждую ситуацию берем, быстренько, значит, и клеим наклеечку. Это хорошо, это плохо, это мне подходит, это не подходит, это не для меня, это у меня не получится. Очень быстро это делаем. Почему мы клеим эти наклеечки именно так? Почему мы настолько быстро огромное количество дверей и возможностей перед собой закрываем? Почему мы реагируем на определенные ситуации всегда одинаково? Даже не думая о том, что можно как-то иначе. Я неоднократно приводила пример о том, как у меня люди там могут за подписку получить мою книгу бесплатно, почему мои желания не исполняются, и почитать. И вот люди, часть людей, еще не попробовав ничего сделать, пишут обман, развод, там, значит, и так далее, и так далее. И воспринимая, что в жизни, как они говорят, халявы не бывает там, или чего-то еще, это невозможно. Откуда это? Это, этому объяснению очень простое, это наши жизненные убеждения. Что такое убеждение? Убеждения, это наши некие такие, сейчас попробую вам более понятно объяснить, некие наши шаблонные ответы, вот мы точно знаем, что это так, которые сформировались у нас, мы даже не понимаем, как они сформировались. А как же они сформировались? Ну, например, очень простая вещь. В детстве вы один раз начали, нарисовали маме рисунок, или нарисовали в школе, и вам сказали, не, ну ты плохо рисуешь, Маша хорошо, Катя, ты нарисовал размазню. Ты нарисовал еще один рисунок, мама засмеялась, ой, это я, а я думала, это корова. И ты подумал, я плохо рисую. Потом ты начал рисовать еще что-то, мама в очередной раз пришла и говорит, ну не портит ты бумагу, ну рисование это не твое, и я никогда не умела. Иногда для того, чтобы у нас сформировалось какое-то убеждение, нам нужно много времени, а иногда нам достаточно пары раз. Удивительно, но все негативные, вредные для нас установки, такие простые, которые, знаете, вот не то, что облегчают жизнь, но это установки лузера, я бы так сказала, где не получается, не могу, не мое, не для меня, мы очень быстро эти установки у себя останавливаем и получаем, очень быстро. То есть то, что я не могу, мы знаем сразу, даже не попробовав, видишь что-то, ой, 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 нет, это не для меня, ой, да я так не смогу никогда, ой, да у меня никогда не получится, да ты что, у меня сил никогда не хватит, да нет, это не мое. Все, вот эти установки мы приобретаем очень быстро. Но, если нам нужно вселить в себя какое-то новое и мощное убеждение, с этим у нас дела гораздо сложнее. Что такое убеждение на уровне еды? Представьте себе торт Наполеон, помните, бабушка в детстве пекла всегда, или мама. И торт Наполеон это огромное количество коржей, причем иногда очень-очень тонких. Так вот, если вы положите один корж и намажете его кремом, будет ли это тортом Наполеон? А если два коржика и намажете кремом, будет ли это торт Наполеон? Нет, мы все знаем, что торт Наполеон толстый. Так вот, убеждения рождаются с помощью вот таких маленьких коржиков. Один раз сказали, второй раз сказали, третий раз сказали, четвертый раз сказали, пятый раз что-то произошло, и ваш тортик растет. И вот когда вот этих вот постоянных повторений накапливается много, и вы превращаете свои вот эти мелкие программки в такой большой толстый корж, который уже не прокусишь, вот уже надо это понимать, что это торт, вот тогда это и становится вашим мощным убеждением. Поэтому наше мощное убеждение, ярлычки, которые мы клеим, мы их клеим, потому что они у нас уже сидят на подсознательном уровне. И человек в жизни реагирует на все именно с помощью этих наклеек, не задумываясь о том, а почему я сейчас делаю именно такой выбор, почему я говорю нет, не могу, почему я мыслю именно так, почему я в жизни выбираю именно эти варианты. Человек состоит из привычек, и нас формируют наши привычки как личность. И мы с вами имеем ту реальность, которая у нас есть, у каждого своя, только потому, что вот в этом бесконечном вселенском магазине, где вы можете выбрать любую профессию, любые убеждения, любые установки, будь то, что я стану знаменитым человеком, и я буду стремиться к своим целям прямо сейчас, или я неудачник, у меня ничего не получится, это наш с вами личный выбор. Потому что в пространстве вариантов вы можете выбрать все, что угодно. Давайте как-нибудь проще, да, Ольга, пожалуйста, можете привести какой-то пример? Конечно, могу привести какой-то пример. Давайте такой, перед этим сделаю такую небольшую ремарку. Почему же тогда, если мы имеем возможность такого выбора, мы, как правило, один набор выбрали жизненный, и очень многие из нас идут с этим набором по жизни, что называется, несу свой крест. Так у нас говорят, ну, такого уже выбрала, такая у меня, значит, судьба, вот так вот у меня все тяжело, ну, в такой семье родилась, ну, так сложились обстоятельства. Почему же так? Первая причина заключается в том, что большинство людей, больше, сильно больше 90% населения Земли, находится в спящем режиме. Спящий режим – это режим неосознанности. Что такое осознанность? Это способность думать и размышлять. Не делать что-то на автопилоте, что тебе сказать, а подумать, а зачем я это делаю, а какой результат мне это принесет, а я этого хочу, а если я сделаю по-другому? Люди, получив вот этот в неосознанном состоянии, то есть как мы вообще приобретаем что-то, нам мама сказала, это в этом ты хорошо, в этом ты нехорошо, потом нам парень сказал, значит, ты красивая или ты некрасивая, или девушка сказала, у тебя большой или небольшой, ты классный любовник или плохой, потом мы попали на какую-то работу, на которую смогли попасть, куда нас взяли, вот, и так далее. С нами что-то случилось, и мы, получив вот эту свою реальность, думаем, ну, это же такая жизнь, а вокруг еще люди тебе говорят, о, как у тебя хорошо, у тебя ты такой молодец, так здорово, уже хорошо, сколько тебе лет? 25, молодец, сколько зарабатываешь в месяц? 600 долларов, ну, ты вообще молодец-то! Все, захвалили, значит, там, заполировали вас, такой пузырь, знаете, в латексный презерватив вас засунули, такой сидишь, значит, как, помните, был хомяк в шарике, такой сидишь, счастливый, значит, тебя все хвалят, как хорошо, эта жизнь удалась, и катишься, значит, в этом шарике, довольный собой и счастливый. И все, и думаешь, ну, все, у меня такая жизнь, на других смотришь, ну, что на них смотреть, это, ну, уже ничего не исправишь, жизнь такая. И за счет неосознанности человек может катиться в этом шарике ровно до тех пор, пока что. Пока что. Значит, если дорожка будет мягенькая, а мягенькая дорожка, это значит, что это дорожка не длинная, это такая, знаете, вот как в селе родился, в селе умер, ну, условно говоря, в одном доме родился, в одном доме умер. Как говорят, бабка моя была медсестрой, мамка моя была медсестрой, сестра моя была медсестрой, я буду медсестрой и ребенок мой будет медсестрой. зашибись. Чтоб, когда человек обычно что-то меняет, обычный человек. Обычный человек меняет, когда, правильно, спасибо, пока шарик не лопнет. Пока летишь, летишь, и хуяк твой шарик, и лопнул. И ты сидишь хомяк, и в ахуяк, и в ахуяк, потому что вся твоя жизнь только что лопнула. Ты думаешь, мать твою, у меня была такая классная жизнь, меня хвалили, я ходил на работу, я по вечерам катался в своем хомячем шарике, было так хорошо, факин щит. И если в этот момент врубается дождь, гроза, короче, какие-то хомяки другие бегут, такие тебя херачат, тебе приходится что-то делать. И это для обычных хомяков самая, вообще самая благоприятная ситуация. Это благословение, потому что этот пузырь у вас лопнул, херовый пузырь. Вот запомните, жопа в вашей жизни, это праздник. Еще раз, жопа в вашей жизни, это праздник. Все, ваш пузырь лопнул, стрёмно, пипец, но вы бы сами никогда бы не осмелились этот пузырь лопнуть, а тут все, вся ваша задница растеклась. И прямо сейчас, пипец, как страшно, вообще, но вы вынуждены начать действовать. Вы вынуждены. И вот здесь запомните, самое тупое, что вы можете сделать, это как баба, которая рассталась с мужиком, и что она делает? Она, сука, звонит бывшему, блядь, бывшему. Почему? Потому что бывшего она знает. С бывшим, бывший хуёвый, но она уже знает, насколько он хуёвый. А с новым, это же вообще страшно. Вот так вот и мы в жизни. Пузырь лопнул, и мы отчаянно пытаемся вернуться назад. Эй, эй, спасите где-нибудь, кто-нибудь меня возьмите. Забудьте навсегда. Лопнул пузырь – это ваш шанс. Вы срочно заходите ко мне на рерайтер и начинаете писать новую свою реальность. Придумывать, какую жизнь, блядь, я хочу. У меня впервые в жизни я могу пофантазировать. У меня нихера нет, у меня настолько жопно, что я могу намечтать любую реальность. Потому что люди, которые меняли профессии, люди, которые кардинально меняли судьбу, происходило это тогда, когда их увольняли, когда нагребали эти кризисы, когда у них не было выбора. Это всегда... Почему говорят, что кризис – это возможность? Потому что это фантастическое время, когда вам ничего не мешает, и никто начать делать так, как вы хотите. И главная проблема в том, что если вы неосознанные, мать вашу, если вы меня не смотрели, вы продолжаете пытаться делать то, что вы делали тогда. Вы не понимаете, что перед вами открылись двери. Вы не понимаете, что надо сейчас выйти. И вот этот пузырь себя, эти остатки этого вонючего презика. Вы себя достать и посмотреть, что мать твою, а я-то могу стать кем угодно. Я могу сделать все, что угодно. Я могу придумать для себя все, что я хочу. Я наконец-то могу для себя разобраться. Кто сказал, что я некрасивый, глупый? Вы просыпаетесь в этот момент. Понимаете, вы просыпаетесь. И печалька, главное, только в том, что, по сути, вам не нужен кризис, чтобы проснуться. Кризис – это вот эта болезненная точка, практически самоубийственная в этом шарике. И почему большинство людей меняются только, когда шарик лопнул, для меня большой вопрос. Потому что шарик часто лопается очень опасно. Настолько, что лопнувший шарик – это смертельная болезнь, когда вы начинаете сражаться. Это какие-то страшные, какие-то истории жизненные, которые никогда не придумаешь, когда у вас начинаются вопросы, там вы защищаетесь, кто-то на вас нападает, маньяки. Когда у вас почему-то из жизни выдергивают очень жестко. Жизнь на самом деле шлет вам подарок. Она говорит, ну, мать твою, ну, вылези из этого шарика, вылези из этого шарика. Она всегда дает подсказки. Не думайте, что жизнь сразу же хуярит по полной. Она аккуратненько. Но мы же аккуратненько не слышим. Мы же не-не-не, мы в шарик еще сильнее. Не-не, я в шарике, я не вылезу отсюда. Прислушивайтесь. Прислушивайтесь к реальности, и вы увидите, что она вам намекает. И я – это тоже намек. Если вы вдруг сейчас включили этот эфир, слушаете, думаете, блин, какая-то шабанутая баба, но я ее почему-то слушаю. Это не просто так. Это вам звоночек. Звоночек, который вам посылает ваша реальность. Она говорит, ну, слушай, ну, сколько можно так жить, как ты живешь? Ну, сколько можно вот это вот какие-то попытки выживания, эти никчемные деньги, эти страдания, это постоянные разговоры о проблемах, это постоянное перемывание чьих-то костей, это постоянное не смыкание, блин, и не въебание. Сколько можно? А ты такой, не-не-не, тише едешь, дальше будешь. Я тут аккуратненько посижу. Да у меня не так все плохо, он у тех еще хуже, а у той еще… Нет. Жизнь и реальность наша, ее как таковой нет. Нету такого, что времена плохие или времена хорошие. У нас сейчас такого нет. К счастью, у нас, слава Богу, нету мировой войны, когда можно сказать, что как-то, знаете, что-то подгуляло. У нас с вами сейчас есть возможность жить в любой стране, говорить на любом языке, мы можем работать с кем угодно, мы можем заниматься чем угодно, вне зависимости от того, стерто-стерто, насколько мы здоровы. Интернет дала нам фантастическую возможность, да и жизнь дала нам фантастическую возможность. Я хочу, чтобы вы понимали, что именно потому, что вы находитесь в своей реальности и ничего нового в нее не желаете пускать, из-за страха, скорее всего, у вас ничего и не меняется. Вы говорите, я хочу, чтобы было по-другому, но фактически в своей голове не допускаете ничего другого, не задаетесь вопросами, а что же делать, не действуете. На самом деле есть такая интересная штука, что когда мы с вами начинаем свою жизнь, это такое упражнение даже, когда мы с вами в жизни начинаем обращать осознанно, обращать внимание на что-то новое, причем на то новое, что в принципе нас окружает, но для нас оно новое. Я вам объясню. Если я сейчас вам скажу, вспомните, пожалуйста, какого цвета обои в вашей комнате, какой на них детальный рисунок, какого цвета ваша зубная щетка, которой вы сейчас чистите зубы, какого цвета ваша расческа, сколько пар нижнего белья лежит у вас в ящике, сколько у вас носков. Вы скажете, что? Вы же вроде знаете, это же ваши носки, и ваша зубная щетка, и ваши обои, но вы никогда на это не обращали внимания. Вам было, наверное, все равно, но если вы пойдете и рассмотрите, то вы это запомните, и у вас будет уже какая-то новая информация. Помните, как часто, когда мы ходим по улицам или когда мы ездим на машине, что в моей жизни чаще, понятия не имеем, какие магазины, салоны, и вообще, что находится в твоем же подъезде, в твоем же доме, тем более на твоей улице. Мы не замечаем и не знаем очень многих вещей, просто потому, что мы не обращаем на это внимания. Так вот, развитие всегда идет через что-то новое, и если вы хотите меняться, и особенно меняться в каком-то новом направлении, то этим нужно начинать интересоваться каждый день хотя бы по чуть-чуть. И вы начнете замечать такую вещь, что когда вы будете закладывать себе в голову, а я считаю голову, сейчас те, кто не знают, объясню вам, когда мы в рот кладем с вами пищу, мы с вами помогаем формироваться своему телу. В зависимости от того, какую пищу мы употребляем, такую форму приобретает наше тело. В стройное и подтянутое, или наоборот, очень видно сразу. То же самое и с мыслями. В зависимости от того, какие мы мысли кладем в свою голову, так отражается наша реальность. Потому что вы не можете стать успешным человеком, если вы постоянно обмусоливаете проблемы, если вы обсуждаете других, если вы злой, и если уровень ваших проблем – это соседи, это низкие зарплаты, вы точно не богатый и успешный человек. Потому что богатый и успешный человек кормит свою голову совсем другими вопросами. Это очень просто. Так вот, когда вы начнете в свою голову вкладывать что-то новое, желательно в том направлении, в котором бы вы хотели развиваться, в тех… Понимаете, если я хочу открыть бизнес, я интересуюсь вопросами бизнеса. Если я хочу развиваться в теме, например, я занимаюсь, я обучаю людей самопознанию, я обучаю людей, как управлять своими мыслями. Конечно же, я каждый день какую-то новую информацию откуда-то черпаю. Мне важно, что говорят другие, что написано в этой книге и так далее. Потому что это тема, которая мне интересна. Я не читаю о немецком языке, я не читаю о том, как быстро выучить французский, потому что у меня есть один определенный интерес, в котором я развиваюсь. И это очень важный момент. И я часто замечаю, как люди говорят о том, что да, я хочу развиваться, хочу быть успешным, но при этом продолжают жить так же, как они жили до этого момента, надеясь, что продолжая делать то, что они делают, они вдруг получат новый результат. Если вы будете продолжать питаться так, как вы питались, то ваше тело не изменится, даже если вы добавите, например, физическую активность. Вы не похудеете, если вы не измените свое питание или вы не поменяете структуру своего тела. То же самое с нашей реальностью. Наша реальность является отображением наших мыслей, ну и соответственно, наши мысли формируют наши поступки. Потому что даже находясь, простой пример, даже находясь в зале тренировочном, если я говорю себе, давай, ты можешь, еще один подход я делаю, если я говорю себе, ой, да ладно, я устала, как бы и так нормально потренировалась, я не делаю. Даже на элементарном примере я могу вам это показать. Значит, здравствуйте, что почитать посоветуйте? Ничего. Ничего. Объясню вам почему. Если вы до этих пор, находясь во взрослом состоянии, с помощью книг, не перешли в формат того, чтобы самостоятельно находить, что вам читать и менять свою жизнь, это ничего не изменит. Знаете, это как вот говорят, вода в ступе. Когда вы читаете, вы занимаетесь чаще всего самоуспокоением. Вы думаете, какой молодец, какую книжку хорошо прочитал. Ни одна книга не заставит вас реально действовать. Если вы только не человек, там, один процент из, наверное, всего населения Земли с очень высокой степенью самомотивации. Я из этих людей. У меня очень высокая степень самомотивации. Мне не нужны вообще никакие мотиваторы. Вообще. я сама мотивирую себя. И даже, когда, знаете, сегодня я пришла, и у меня не было мотивации, у меня был весь стол завален посудой, вот, потому что мы утром рано всей семьей уехали. Ну, в общем, неважно. И у меня не было никакой мотивации убирать. И я, знаете, что я себе сказала? Ну, мотивации нету, но буду убирать. У меня очень высокий такой порог. Но на самом деле я замечаю, что люди тоннами читают книги, поглощают информацию. Очень многие даже проходят тренинги, что-то слушают, и то проходят их далеко не до конца, и ни черта не меняют. Если вы хотите меняться, книга вам точно не поможет. Книга – это как биодобавка, не больше и не меньше. При условии, что вы уже не находитесь на каком-то определенном уровне, когда вы способны эту информацию поглощать. Когда вы способны ее поглощать, поверьте, вы не будете задавать мне такой вопрос. У нас очень популярны самые сохраняемые посты в Инстаграм, это списки книг, которые люди никогда не прочтут, списки сериалов, сериалы обязательно посмотрят. Поэтому, если вы хотите меняться, меняйтесь без книг. Начните меняться без книг. Вот так я вам отвечу. Это сложно, вот слушаю, а в жизни сложно или так кажется. Да, вы правы, это непросто. Но это непросто в контексте начать. Очень важно в любом начинании иметь классную компанию. Это важно. Не всем, к сожалению, повезло родиться с внутренней кнопкой вкл. Я такая. Я родилась в обычной семье, в моей семье всегда говорили о проблемах, всегда было куча проблем, было куча болезней, куча всего, но меня вообще это все не штырило, потому что я точно знала, что я звезда, я пробьюсь в этой жизни, и я точно вылезу, и как можно раньше свалю из дома, для того, чтобы все этого не слышать. Это первая была моя кнопка, например, если говорить о себе. Второе, конечно же, если у вас этого нету, и если ваше окружение все время, значит, живет вот, как они говорят, это реальностью, да, то есть у них такая реальность, конечно, вылезти из этого достаточно сложно, поэтому нужна рука, нужна рука, с которой можно идти. Почему сейчас так популярно направление? Раньше все тренировались, ну не тренировались, а занимались зарядкой, да, сейчас у каждого нормального спортсмена, ну человека, который занимается спортом, есть или группа, групповые занятия, или личный тренер, потому что, ну зачем тебе личный тренер? Ну казалось бы, ну в ютюбе даже включи запись и занимайся. Нет, тебе нужен кто-то, кто верит в тебя, тебе нужен кто-то, кто тебя подшмыгивает и так далее. Поэтому, конечно же, одному сложно, поэтому я вам предлагаю не быть одному, это же такое дело. Так, меня отвлекает слушать внимательную Олю и ее красивая внешность, ну я вас благодарю, конечно, но думаю, что можно послушать. Я, как видите, без декольте, все очень это, сегодня все очень приятно. Возвращаясь к теме, так почему же не существует нас? Да потому что мы с вами, по сути, можем быть любыми, каждый из нас. Каждый из нас в какой-то момент может выбрать для себя определенную роль и стать тем человеком, которым он хочет быть. И, например, я очень часто знаю такие истории, когда человек был достаточно скрытный, когда человек был достаточно, не то, что не публичный, вообще боялся людей и в какой-то момент он решался, что он хочет, например, пойти на какой-то там блогерский путь, да, и мы с вами знаем огромное количество сейчас историй, когда девочка из села еще с какой-то жопой включила камеру и начала в этом направлении работать. Я знаю невероятное количество людей, которые в какой-то момент решили кем-то стать. Осознали, что то, кем они являются, это на самом деле или не они. Помните, как часто бывает такое, что человек говорит, я как будто бы проживаю не свою жизнь, как будто бы это не моя жизнь. Сегодня мы можем выбирать с вами даже пол. Для меня, конечно, пока это такая немножечко, ну, не моя, конечно, темка, но тем не менее. Сегодня у нас есть такое количество вариантов формировать для себя любую реальность, выбирать абсолютно все, и я хочу, чтобы вы понимали, что все это начинается с головы, что наша голова это, и в энергетическом пространстве, это просто набор энергетических ленточек, и мы с вами можем, как будто бы у нас миллион розеточек, подключаться к чему угодно, и подключены мы к чему-то, просто потому, что это произошло на неосознанном уровне. Люди сегодня исцеляются от любых заболеваний, когда учатся работать со своей энергией. Человек способен привести себя к любому заболеванию, уже доказано, что все раковые заболевания это психосоматические заболевания, это болезнь клеток, клеток, которые активируем мы с вами, и которые точно так же мы способны лечить. сегодня мы можем выбирать с вами свой настрой на бедность, богатство, на процветание, на успех, на что угодно, но мы ведь к этому не привыкли, поэтому большинство людей гораздо проще, большинству людей гораздо проще сказать, что это бред, это так не работает, и остаться в той заднице, в которой он находится. И только когда пузырь лопнет, вот только тогда у человека и начинается самая интересная жизнь. И заметьте, как отвратительно на самом-то деле, как отвратительно доводить себя до какого-то глубокого несчастья, чтобы в итоге испытать счастье, когда ты от этого избавился. Это, знаете, одна из моих рекомендаций, когда люди ко мне обращаются с вопросом, все в моей жизни вот нормально, но я как-то страдаю. Я им говорю, вы правую руку сломайте, сломайте правую руку и так нормально сломайте. Потом будете полгода восстанавливать, может год. Я ходила к реабилитологам со спиной, и у меня ходила параллельно со мной девушка, и у нее был перелом руки, и я этого даже не знала. Сначала, ну, так, ходит так с рукой. У нее так рука не разгибалась после перелома. Вы знаете, она так орала, когда ей делали упражнения, ей там было на разгибание руки. Просто этот крик я первое время ревела, клянусь вам. Я лежала рядом, там у нас много очень людей, такой, типа, спортивный зал, и просто ревела, потому что мне было больно за нее. Так вот, если вы не умеете наслаждаться тем базовым, что у вас есть, уберите это, и вы поймете, как вам сильно повезло. Точно так же и в жизни. Если в вашей жизни сейчас все нормально, ну, как все нормально, она вас не устраивает, и вы не готовы ничего изменить, не дожидайтесь того момента, когда вам больно бахнут по голове, и вы вынуждены, вынуждены, должны будете через боль что-то в своей жизни менять. Поверьте, это гораздо больнее, гораздо неприятнее. Меня, знаете, это всегда поражает. Вы представьте, что вы приезжаете в шикарный отель, в лучший отель в вашей жизни. И вот вы идете, вы можете зайти в ресторан, там не то, что all-inclusive, там вот просто все самое вкусное стоит. А вы такой проходите мимо, да, и сухарик грызете, и думаете, ну, блин, это же лень, это надо подходить, брать, значит, там, выбирать. А кто-то думает, да нет, а вдруг я подойду, меня ударят. Для меня не может быть, чтобы эту еду я мог брать. Я только сухарик должен есть. И вот каждый проходит с какой-то мыслью, я этого не достоин, такого быть не может. Кто-то думает, да нет, это развод. Я сейчас подойду, а это пластмассовая еда. Приходишь, огромное количество красивых номеров, и потом такая, знаете, уборная стоит, маленькая, и там в конце швабра грязная, и кровать какая-то такая, то ли кровать, то ли лежак. И вы идете и туда ложитесь, потому что не верите, что в одну из этих комнат вы можете зайти. Кому-то лень, кто-то говорит, а что, если я туда зайду, испачкаю ее, а кто-то говорит, а если с меня деньги попросят на следующий день. Понимаете, вот так мы выглядим в этой жизни. Такое количество личных тараканов, которые постоянно заставляют о себе думать как-то плохо, которые постоянно схлопывают самооценку, которые часто заставляют смеяться над успешными людьми, ведь многие высмеивают успешных людей, говорят, а, да понятно, да они такие, да они сякие. Это все ваши собственные страхи и ограничители. Я хочу, чтобы вы знали, что та жизнь, которая у вас есть сегодня, это ваш собственный выбор. Потому что реальность у вас может быть любой, ее не существует какой-то конкретной. вы ее сами выбрали. Вы пришли в безлимитный магазин всего и выбрали то, что у вас есть. Вот эти отношения вы выбрали. Вот этого партнера вы выбрали. Вот это количество денег, которое вы сегодня зарабатываете, вы выбрали в своей реальности. И вы настолько трусливы, чтобы это изменить, настолько ленивы, что вы придумываете, что вы еще не ту книжку прочитали, что еще время не пришло, что вы не знаете, что вам делать, что так не бывает. У вас есть миллиард отмазок. Миллиард отмазок для того, чтобы не действовать. Обидненько будет там, знаете, с входным билетом, когда будем входить на тот свет. Вам скажут, кля, а что вы так проебали-то свою жизнь? Что вы-то стояли, спали на этом лежаке для отбросов? А вы такие, а можно было, да? Что вы сделали, чтобы не реветь и не проживать боль за другого? Что значит, что я сделала? У меня никогда не было потребности реветь и проживать боль за другого. Конечно, есть очень близкие тебе люди, безусловно, я же не робот, у меня есть мои дети, за которых я там эмоционально переживаю. А так, у меня нету какой-то потребности страдать в принципе. Зачем? Ну, то есть, понимаете, вот очень часто мы пытаемся казаться умными, страдальческими, какими-то там людьми, но зачем? Мы, пытаясь страдать за кого-то и вообще делать что-то за кого-то, мы это делаем исключительно с одной целью, чтобы не думать о своем собственном пути. Понимаете? Есть такая хорошая фраза, что своим успехом я могу помочь многим, а своими неудачами я не помогу никому. И я всегда об этом себе напоминаю в любой ситуации. Я уязвима в одной сфере своей жизни, безусловно, это моя семья, это мои дети, да, это моя уязвимость. Конечно же, я думаю, что, наверное, это с каждой матерью происходит, особенно, когда дети еще маленькие, когда они еще самостоятельно не могут каких-то решений принимать. Конечно же, даже фраза вроде «мама, у меня болит коленка», вызывает во мне какое-то такое ощущение, но просто пострадать за кого-то, я могу посострадать, я могу понять, но так или иначе я понимаю, что мы проходим, каждый из нас проходит свой путь, и каждый получил ровно то, что он заслужил. Именно поэтому я своей миссией считаю вас предупреждать, не дожидаться того момента, когда у вас будут жопы, объяснять вам, ребята, не приводите к этому, не надо, не надо жить так, чтобы потом вы с этим сталкивались, чтобы ваши пузыри лопались, выходите просто из этих пузырей, просто раздвигайте замочек, выходите, смотрите, какая классная жизнь, не нужна эта авария жизненная, для того, чтобы вы осознали, как прекрасен белый свет. Как избавиться от гиперопеки над ребенком, а сколько лет ребенку? Так, вопрос всегда, сколько лет ребенку? Обычно, что такое гиперопека вообще над кем бы то ни было? Это смещение фокуса внимания со своей жизнью на что-то другое, это же наша любимая темка. 12. 12 лет – это уже подросток. Чем больше сейчас у вас будет гиперопеки над вашим ребенком, тем больше он вас возненавидит, потому что он будет чувствовать себя в колпаке. 12 лет – это стопроцентная дружба, это родитель-друг, немножечко, причем такой друг с авторитетом. Вот я стараюсь эту позицию у своих детей поддерживать. Друг с авторитетом, то есть мы друзья, но тем не менее мы не друзья на равных, а я друг с авторитетом, к мнению которого они прислушиваются, и не потому, что я старше. Это очень важный момент, потому что старше, я недавно сказала своим детям очень хорошую фразу, что старше, это вообще не означает умнее. Он может быть старше и тупее тебя в тысячу раз. Старше – это всего лишь возраст, этим ничего не определяется. Ваша задача очень простая. Для ребенка а – другом б – сместить фокус на себя. Заняться своей собственной жизнью. Своей собственной жизнью, скорее всего, у вас с ней проблемы, у вас она отсутствует. Как только вы займетесь своей собственной жизнью, помочь своему ребенку заняться его жизнью, посмотреть, что ему интересно, уже как раз очень хороший возраст, если он еще не знает ребенок, не знает дочь или сын, не знает, чем заняться, помочь в этом направлении, помочь в развитии. Но ни в коем случае не превращаться вот в этого человека, который одевает, обувает, говорит, что делать, запрещает, разрешает и устанавливает рамки. Не портите жизнь своему ребенку, удалитесь от него. Удалитесь от него. Это очень важно. Я с достаточно непростым характером, как вы понимаете, с сильным характером, но тем не менее, я очень сильно стараюсь не давить на своих детей и больше и больше воспитывать в них самостоятельность абсолютно во всех проявлениях. Бывает, что я наезжаю, бывает, что наезжаю жестко, но я всегда после объясняю, почему я наехала, почему у меня была такая реакция, где они пропустили контрольный выстрел, то есть, где они пропустили, что сейчас будет взрыв и так далее. И раскладываю обязательно ситуацию так, чтобы отношения наши были дружеские. Самое дурацкое, что можно сделать, это с ребенком закрыть дружеские отношения. Тогда начнется вранье, тогда начнется, потеряется контакт и все, тогда я даже не знаю, как с этим быть. Так, как я понимаю, мне тоже личной жизни нет, мама опекает, решив жить со мной. Сколько вам лет? Как найти свое призвание, чтобы через это материально стать благополучной? А вы уменьшите важность. Знаете, найти призвание, это как найти свою половинку. Очень страшно выходить замуж, когда ты думаешь, а вдруг я провалила этот экзамен, а вдруг это не половинка. Гораздо проще повстречаться с парнем на тему потрахаться и пожить вместе. Вот, проще относиться, ну не понравится с этим, поживу с этим. То же самое с делом, для того, чтобы что-то найти, нужно поискать. Нужно задаваться вопросом, что бы я сейчас хотела попробовать? Даже не важно, сколько мне лет. Ну вот, сейчас я уже очутилась в этой точке, мне может быть 12, а может быть 40, а может быть 70. Я уже в этой точке, в которой есть, я никуда отмотать не могу. Чем бы мне хотелось попробовать позаниматься? Окей, я попробую позаниматься этим. Хорошо, какой у меня будет момент времени? Я даю себе 3 месяца, чтобы понять, это мое или не мое. Через неделю поняла, не мое. Окей, а что было не мое? Мне не нравится, что было много людей, мне приходилось контактировать с людьми. Хорошо, значит, я понимаю, что люди мне не подходят. И таким образом, перебирая, перебирая, мы можем найти что-то. Точно так же, как и в отношениях. Самое тупое, что вы можете делать, это постоянно возвращаться в прошлые отношения и постоянно находить одних и тех же партнеров. Похожих партнеров, не одних и тех же, похожих. Почему мы это делаем? Потому что шаблонное мышление, потому что продолжаем мыслить точно так же, неосознанно. Потому что не понимаем, что где-то у нас жертвенное поведение, мы все время ищем какого-то пидора, который нас будет унижать. Важно с собой разговаривать. Осознанность, это про разговор с собой прежде всего. Это про умение задавать себе неудобные вопросы и убрать эти неудобные вопросы. Это, знаете, раскрыться до гола, раздвинуть ноги и рассмотреть себя, понимаете, со всех сторон. Вот это про осознанность, только не на физическом уровне, а на таком. А почему? А что? А зачем? А не просто «О, меня никто не любит, о, мне вечно ничего не получается». Ну, точно не про это. 38. Маму в шею. Маму в шею. Мама, я тебя люблю. Маму в шею срочно. Вы меня слышите? Срочно маму в шею. Серьезный разговор. Мама, очень сильно люблю. Бежать от мамы. Просто я вам сразу же говорю, у вас ничего в жизни не получится, пока вы от мамы не убежите. Как на практике изменить мышление в голове? Я уверена, что с двумя детьми сложно найти достойного мужчину, да и мне одной комфортно, времени на личную жизнь совсем нет. Да, у вас такой уровень пиздец, я бы сказала, Аня. Найти мужчину с такими убеждениями, да, я уверена, что мне никто не нужен, с двумя детьми меня точно никто не возьмет, и вообще мне никто не нужен. Значит, первое, вам надо принять решение, вы хотите все-таки мужика или нет. Ну, то есть осознанно, вы хотите мужика или нет, хоть для чего-то. Если для чего-то, важно понять для чего, можно не жить, можно с ним спать, можно ходить на свидания, можно что угодно, а потом приходить на рерайтер срочно. Срочно я вас в июньском рерайтере жду. Так, я когда вижу, что у людей жопа, то мне еще болит, в плане, что хочется, чтобы они раздуплялись. Вы жертва, которая переключается в роль спасателя. Значит, жертва – это человеку, который всегда находит, почему у него что-то не получается, и жертва легко переходит в роль спасателя. Кого-то спасать надо обязательно. Самое главное – не фокусироваться на себе для жертвы. То есть вот меня обижают, я пойду кому-то помогать, а собой мне некогда заняться. Я мать, я любовница, я трахальщица, я мойщица, я кто угодно, а на себя же у меня времени просто нет. Выходить нужно из этого. Это называется выход. Когда вы понимаете, что, алло, у меня есть выбор, либо я играю в эти роли бесконечно, либо я беру ответственность за свою жизнь, мне всех страшно жалко, ну, пошли вы все в жопу, я хочу жить своей жизнью. Страшно вообще, но я решаюсь, и я контролируюсь. Спасать я никого не буду, как-нибудь мир без меня не сдохнет. Желать, чтобы другие мне помогали, восторгались, помогали мне продвигаться, не насрать, что будут делать другие. Я беру свой собственный рюкзак и иду вперед. Я сегодня много употребляю таких каких-то слов, резеньких, но, знаете, так заметила интересно, что вы просыпаетесь с этими словами почему-то. То ли вы привыкли к этому, то ли я не знаю что, но многие просыпаются. Я хочу, чтобы вы проснулись. Я могу с вами говорить очень нежно, галантно и, в принципе, наверное, в тренингах своих я больше так и говорю, но сейчас-то вам надо понять, перестать себя оправдывать, перестать на себя вешать наклеечки, что со мной все нормально, все хорошо и, в общем, ничего не хорошо, с вами ничего не хорошо. Если те темы, которые я затрагиваю, вы в них себя видите, ничего не хорошо. В 38 лет жить с мамой нехорошо, вообще нехорошо. У меня тоже есть одна знакомая, которая тоже ей 38 или 37 год, мне тоже 38 будет. Она живет со своей мамой еще хуже, она с ней спит в одной кровати. Девочки, нельзя так. У вас не будет никакой личной жизни. Даже если вы с мужем будете жить с мамой, нельзя, нельзя детям и взрослым жить вместе. В 18 лет выперли своего ребенка, сказали, иди в общагу, куда хочешь, иди. Купили ему квартиру, если вам надо, распилили свою, ушли. В 38 это криминал. Вы меня слышали? Это криминал. Нельзя. Нихрена в жизни у вас не сложится параллельно с мамой. Просто не сложится. Как перестать бояться за жизнь ребенком? 10 лет дочь здорова, активно никаких предпосылок. Первый момент осознанности. Как мама я вас понимаю. Вы должны понять, что если я буду об этом думать, я это притяну в жизнь своего ребенка. Поживите с этой мыслью. Если я буду продолжать об этом думать, я притяну в жизнь своего ребенка болезнь. Просто понять это стерто-стерто. Просто это понять. И переключать себя как рубильником. С этих мыслей. У меня был тоже такой период. Как рубильником. Сейчас в Казань, да? Дети погибли в школе. Только какой-то автобус детьми переносит. Думаете, мы же все мать. У нас, естественно, все время сердце болит. Я тоже посмотрела эту новость. Я не смотрела телевизор. Но я услышала по радио. Я зашла, посмотрела. Потому что, конечно, как мать я не могу. Это дети. Я ничего не могу себе поделать. Но тем не менее, я это посмотрела, отсекла, закрыла. Нельзя этого делать. И я скажу страшную вещь. Но поверьте, когда там из 700 погибает 8 каких-то конкретных детей, это вопрос энергии, мыслей чьих-то, опыта. Это не просто эти дети. Все связано. Поэтому первое, что вы должны просто себя заставить насильно это переключать. Вопрос психологических границ между родителями. Как с подросткой, так и с мамой. Но если это вопрос психологический, сходите к психологу. Все абсолютно всегда адекватно. Все мы разные люди. Рассоединяйте людей. Люди разные, взгляды разные, реальность разная. Навязывать друг другу чужую реальность нельзя. Поэтому самое ключевое, что я делаю, я, например, выяснила, какая реальность у моей мамы. Она другая. Если я начинаю топить реальность своей мамы, рассказывая ей все в ее жизни говно, первое, я превращаюсь в нападателя, хотела сказать, в нападающего. То есть я становлюсь агрессором. Это уже роль. А любые роли – это история не про себя. Я должна заняться своей жизнью, а не жизнью своей мамы. Поэтому я понимаю, так, ага, мама думает так, я думаю так. Что у нас есть общего? Погода – прекрасно. Дети – замечательно. И не наступая на ее территорию, она не наступает на мою. Она на мою закидывается, например, говорит, «Ты знаешь, что произошло?» Я говорю, «Мам, вообще неинтересно». Вот прям, это проблема? Да. Это история про кого-то? Да. «Мам, извини, я не хочу. Расскажи какой-то другой тете. В моем мире этого не надо». Вот и все. С детьми. Я выясняю, какая реальность у моих детей, какая моя. Например, я вижу, что у моей старшей дочери есть жертвенная позиция сейчас. Она у многих детей еще есть. Когда кто-то в чем-то виноват, да, когда там, почему она там, я с ней сажусь и говорю, я тебе сейчас буду такие вещи рассказывать, еще не детские. Я тебе расскажу сказку про жертву. Рассказываю сказку про жертву. Что девочка жаловалась, потом думаю, блин, она же ничего не понимает. Кто у меня Алиса? Алиса у меня гимнастка. Я ей говорю, короче, смотри, выходишь ты такая на ковер на турнире. Выходишь такая с булавами, выходишь, выходишь, говорю, переживаешь очень сильно. У тебя есть два варианта. Первый вариант – это вариант хозяина жизни. Это встать и выступить на ковре перед судьями. Второй вариант – это взять их всех побить булавами и сказать, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты виноват, ты виноват, ты меня тренер плохо тренировал, всех побить и убежать. Это, говорю, позиция жертвы. Она всегда найдет, к чему придраться. Сказать, ковер не тот постелили, свет сильно ярко светит, все тебе помешали, поэтому ты не выступила, ржет сидит. Говорю, понимаешь? Ага. И вот так вот вода камень точит. Опять какая-то ситуация, где она опять сидит, все виноваты, там, значит, там, что-то там, вот вы меня не любите, там, опять к ней прихожу, говорю, сейчас тебе другую сказку расскажу. Важно, чтобы понимала. Потом приходит, да, мама, я поняла, позиция жертвы, я не жертва, все, я уже не плачу. Просто я это делаю со своими детьми в 4, в 5, 6, в 7, 8, в 9 лет. Мы с вами, многие, получаем этот опыт в 20, 30, 40 и 50. Ну, какая разница? Но с детьми лучше так. Так, у вас искрометный юмор, спасибо большое. Да, я такая могу. Запись будет этого онлайна. Вы имеете в виду эфира? Так, недавно открыла свое дело, очень переживаю на всех проводах, накручиваю себя, что не получится. Как снизить важность? А важность не надо снижать. Первое, нужно убрать, что не получится, потому что тогда точно не получится. Если вы уверены, что не получится, не тратьте время, сразу закрывайте. Это я вам сразу же скажу. Вот прям не тратьте время, прям скажите себе, я неудачница, как вас там зовут? Ой, не знаю, не вижу, как вас зовут. Бородинец. Скажите, я неудачница, бородинец, у меня ничего не получится, до свидос. Прямо так себе и скажите. Если эта версия вам не нравится, тогда скажите себе, а ты, когда говоришь, что ты неудачница, это разговор сам с собой, когда ты говоришь себе, что ты неудачница, ты на что надеешься? Ты что, ты флиртуешь, типа, с вселенной, как с парнем? Ой, да я некрасивая, а скажи, что я красивая. Нет. Вас слышат, вас прекрасно слышат, неудачница, конечно, нет. Вам нужно неважность снижать, вам нужно на бизнес переключиться. Не сидеть и говном себя поливать, а на бизнес переключиться. Это про маркетинг, про продукт, про продажи, вам там учиться не переучиться, делать не переделать, а вы сидите, и у вас не получится. Вы просто не тем заняты. Как изменить реальность на другую? Изменила восприятие, оказывается, умею себя защищать, отвалила от себя негативщиком, хочу жить по-другому, в богатстве, любви, изобилии, а совсем одна, никакой родней помощи. Приходите ко мне на рерайтер жизни, у меня будет и родня, там пару сотен человек точно, и помощь, и шаг за шагом. Вы в правильном направлении двигаетесь, но дело в том, что самое ключевое в изменении, вот есть два момента, которые должны происходить одновременно. С одной стороны, мы формируем новую реальность, создаем новые привычки, новые убеждения, начинаем фокусироваться на новом. С другой стороны, нам надо что со старым делать, потому что у нас же там куча ограничений, проблем, бед, хвостом таким, знаете, мы типа вперед начинаем идти, оно нас туда тянет, вот, и нужно с этим, ну, просто профессиональненько поработать. Месяц, месяц, и вы почувствуете себя на 30 килограмм легче. А дальше, если захотите продолжать вместе в семье, you are welcome. Я, в общем-то, этим и занимаюсь. Как выйти из ситуации? Живу одна с больным ребенком, он сам ничего не может, бывший муж поддерживает материально, минимально, я истощена, морально и физически. Вы задаете мне сложный вопрос. Он простой для меня, потому что я не в вашей шкуре, и он сложный для вас. Поэтому давайте так, я вам отвечу, и вы не будете это брать как прием к действию, а просто как мысль, да, вот мы просто с вами пообщаемся, как будто бы на эту тему, вы не воспримете это никак. Вот, мне очень сложно об этом говорить, но, к примеру, вариант номер один, вы можете найти себе, ну, понять, что вы можете делать, и работать в онлайне вы можете. Вариант номер второй, который имеет соотношение с первым, вам нужна какая-то помощница, в любом случае. И для того, чтобы она у вас появилась, то есть вы можете, например, даже минимальную помощь мужа взять на помощницу, потому что кто-то должен ребенком заниматься, помогать, я понимаю, что если ребенок больной, то он, конечно, требует постоянного внимания. Но себя нужно освободить, будь это онлайн, или будь это, возможно, даже офлайн, для того, чтобы вы вылазили. Да, у вас очень непростая история, я восхищаюсь мамами, которые не бросают своих детей, больных, не сдают их в интернаты, и я понимаю, что это очень сложно. Но, тем не менее, вы должны принять отвратительную вещь, я вам скажу, но это ваш опыт кармический. Это не только опыт ребенка, но и опыт ваш. И обычно, мое личное мнение, которое многие люди разделяют, многие нет, что это как раз кармический опыт, то есть это из прошлых жизней, это какая-то отработка. И я бы принимала это не как крест, а как все-таки возможность найти выход из этой ситуации и здесь. То есть не похерить свою жизнь, потому что я понимаю, что если рядом кто-то находится больной, то это тюрьма для двоих. Поэтому я бы здесь, скорее всего, думала в этом направлении в любом случае. Например, когда у меня родились дети, здоровые, прекрасные, но тем не менее, я брала помощниц, потому что я понимала, что я хочу развиваться тоже. Я их очень люблю, я хочу рядом с ними быть, но я хочу развиваться, я хочу продолжать работать, строить карьеру, и я брала себе помощницу. Я думаю, что здесь стоит это рассмотреть приблизительно в таком же варианте. Понятно, что страшно, кто меня возьмет, но это такая же проработка обычного человека. В любом случае это нужно делать. Ну вот так я вам могу сказать. Так, а почему я всегда слышу претензии со стороны мамы? Ну потому что мама считает, что вы ее собственность. У многих мам есть такая история, это их личная, их личная реальность. Понимаете, вот для многих, я же говорю, у каждого существует своя реальность, и в реальности мамы есть какие-то правила, где она лучше знает, что вам нужно, она вам это навязать, поэтому еще раз. Осознанность это про то, когда вы понимаете, что ваша мама такая, и вы на нее перестаете обижаться, вы перестаете ее слушать, вы вырабатываете свои правила с вашей мамой. Вы знаете, что ваша мама это будет говорить, это про историю, как реагировать, когда там родственники или мама говорит, когда ты уже выйдешь замуж, когда ты уже родишь детей, когда ты уже, когда ты уже, ты говоришь, да, мама, обязательно, вы даже можете выучить один и тот же текст, и просто знать, как вести себя со своей мамой. Но очень важное условие. Вы должны быть от мамы независимы. Вам от мамы нужно уходить. Если вы с мамой на одной территории, то мама считает, что вы не самостоятельны. И правильно считают. И правильно считают. Поэтому ваша первая цель всегда покинуть территорию мамы. А дальше вы взрослый человек, вы строите свою семью. И все. Поймите, что это нормально. Я вам разрешила. Как выбить мысли с головы о страхе за подростка, когда далеко от меня? Например, на соревнованиях в другом городе. Еще раз. Такой же ответ. Вы должны осознать, что он взрослый уже человек. И ему не нужно ехать на соревнования, чтобы с ним что-то случилось. Но с ним ничего не случится, если вы будете развиваться и нормально, позитивно мыслить. И с ним обязательно что-то случится, если вы будете думать о проблемах. Вы к нему это в жизнь притянете. Вот и все. Поэтому это для вас должно быть таким. Нет. С моим ребенком все зашибись. Молодец. Давай, малыш, чухай. Вот и все. На рерайтере легче, чем одному. Это 100%. Вот, Юль, видите. Вы уже это знаете. Моя мама живет на один этаж ниже и постоянно контролирует жизнь моей дочери. Ее постоянно все не нравится. Гости, друзья. Она хочет, чтобы было по ее правилам. Вам нужно не ссориться, а один раз очень жестко маме объяснить политику. Прямо вот так посадить ее, поговорить и сказать, мама, давай расставим с тобой точки над «и», и вам это надо будет пережить. Мама переживать это будет. Она может с вами не разговаривать какое-то время. Она может врываться на вашу территорию. Простите за пример. Это как с собакой. Если ваша собака все время врывается в вашу спальню, когда вы занимаетесь сексом с вашим мужем и начинает вас облизывать, пора, пришло время разобраться, с кем вы будете облизываться, с мужем или с собакой. И нужно собаке или мужу объяснить, кого вы выберете. И, скорее всего, с первого объяснения это не сработает. Вы будете обижаться, злиться, но если вы будете настойчивы, это нужно разрубить. Вы должны понять, это ненормально. Так произошло только по одной причине. Вы не знали, что это ненормально. Ваша собака не знала, что это ненормально. Вам сначала было весело. То же самое с мамой. Маме позволили, мама – хозяйка. Поэтому нужно это все разрубить. Все. Потом мама это поймет и примет. Спасибо большое. Друзья, мы с вами сейчас в эфире. Люди, которые видят сейчас эфир, многие думают, господи, никогда в жизни не буду ее смотреть. И неправильно делают. Я хочу сказать вам такую штуку. Не существует нафиг никакой реальности. Не существует никакой истории, где написана ваша судьба и по-другому быть не может. Вы сами являетесь творцами. Я знаю, какая это пафосная, дурацкая, штампованная фраза. Но самое смешное, что она правдивая. Я хочу, чтобы вы это знали, услышали меня. Поэтому первое, я вас приглашаю на рерайтер жизни. Когда-нибудь соберитесь. Вы все равно рано или поздно придете на этот рерайтер жизни. Приходите быстрее. Я вам обещаю, что вам очень сильно понравится. Я вам обещаю, что я буду вашим любимым тренером на веках. Вот честно. Я вам обещаю, что никто вам так не расскажет о том, что нужно делать и о том, как устроена эта замечательная реальность, как я. Вот правда. Тут я абсолютно за себя спокойна. Мне не нужна дополнительная мотивация или уверенность. Я твердо знаю, что так и есть. Поверьте. Поэтому приходите ко мне. Я вас попрошу сделать две вещи. Первое. Вы можете познакомиться, если вы рерайтер не читали. Просто зайдите по ссылке в профиле и почитайте. Там же можно получить, если я не ошибаюсь, мою книжку «Почему желания не исполняются?» бесплатно. Она идет в аудио формате и идет в печатном формате. Как вам больше понравится. В аудио прикольно. После нее вам придет бесплатный курс еще. То есть это очень интересно. Если вдруг вы там не нашли этого в профиле, вы можете написать мне в директ, скачать книгу, и вам мой прекрасный бот-помощник пришлет эту книгу. В общем, все для вас. Я хочу вас попросить после публикации этого эфира написать мне несколько слов. Не будьте жадными. Помогите, пожалуйста, этому видео продвинуться с помощью комментариев и увидеть, чтобы пусть его увидят те люди, которым оно сегодня очень нужно. Потому что даже если каждым эфиром мы одному человеку помогаем с вами, это же мега-супер-круто. Все. Обещаю попробовать сохранить эфир очень сильно. Буду стараться. Инстаграм иногда его сбрасывает. Но я уверена, что все будет зашибись. Случайно, не случайно подписалась на вас и запала. Правильно сделали. Правильнее женщины вам нравятся. Все. Всем пока.